то лично я считаю минус. Из особенностей ку... О, вот чуть выше окон идет бревна. Ну, здравствуй, Михаил. О, курица обычная. Пение птиц. Ну и просто пробежаться. Не у каждого дома есть такая скорость. Здесь можно в аренду взять лодку. Что тебе нужно? Чтоб ты хвост свой показал красивый. Отсюда даже уходить не стоит, потому что первый, кто нас встречает, это настоящий. Впереди с вами видим павлина. Три больших кровати. Различные мероприятия. Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. Мы с вами находимся в базе отдыха 7 озер. Она находится за Зеленогорском, где остановились для того, чтобы отдохнуть, отпраздновать 9 мая. И сейчас я вам покажу немножечко эту базу и наш домик, в котором мы проживали несколько дней. А вы обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. Здание администрации здесь проводится. Вот 9 мая проводились различные мероприятия. Территория у базы достаточно большая. Есть даже свой собственный зоопарк, которому мы сейчас с вами прогуляемся. Отдельно можно сказать огромное спасибо за завтраки. Завтраки входили в стоимость проживания в нашем доме. Завтрак – это шведский стол. Большое количество и нарезки, и овощи, и фрукты, и сладкое, и кофе, и капучино в неограниченном количестве. Завтрак такой хороший, что, в принципе, до вечера, полагаю, всем его хватит. Мы видим с вами веревочный городок. Детям он очень понравился. И как раз подходим к въезду в эту базу отдыха, где по левую сторону расположим свой частный зоопарк. Первый, кто нас встречает, это настоящий волк. Смотрите, какой красавец. Сибирская рысь, похоже, ушла спать. Ее пока не видно. Мне друзья подсказали. Вот она, смотрите, сидит, наблюдает за всеми. Глазки прищурила. Здесь у нас тигр. Вот он сверху лежит. Отдыхает. Их тут несколько. Фонтан. Такой большой, красивый. Территория, конечно, очень большая. Очень, друзья. Отсюда даже уходить не стоит, потому что есть где погулять. Рядом озеро. Сейчас мы и до него дойдем. Еноты, полоскуны, Тимоша и Милка. Ну, стало прохладно. Видно, они в своих домиках. Сейчас они хотят выходить. Там им тепло. Вот у озера уже внизу видно. Сейчас мы до него тоже дойдем. Здесь леса и песец. Тоже, да, в домиках. Леса очень красивые и песец приклеен. Да, когда тепло здесь, представляю, какое веселье. На майские праздники вчера с погодой повезло. Сегодня, конечно, дождик и стало прохладно. Впереди с вами видим павлина. Смотрите, какой красавчик. За три дня он так хвост и не распушил. Не знаю, что ему нужно. Что тебе нужно? Чтоб ты хвост свой показал красивый. Мне не хочет. Здесь сова. За территорией видно, что хорошо ухаживают. И сейчас видим, как техперсонал, хотел сказать, застройщика, руководство этой базы занимается уборкой. Большое количество скамейки, урны, дорожки, свежий еловый воздух. Очень здесь хорошо отдохнуть. Озеро достаточно большое. Здесь можно в аренду взять лодку с веслами или с электромотором. От этого и будет зависеть цена. Если не ошибаюсь, просто лодку нам сказали, что час 600 рублей, а с мотором порядка 900 рублей за час. Вот такой спуск к пирсам. Делают, похоже, знаете, на сцену либо летнее такое кафе. Возможно, здесь будут какие-то мероприятия проводиться. Прямо у воды. Видим, что здесь можно купаться. Свой пляж. Есть вышка спасателей. Переодевалки в центре кадра. Вот они, лодки. Пирс достаточно большой. Ну и озеро. Обратите внимание, тоже какое большое. Вокруг озера частный сектор. На территории комплекса работает Wi-Fi. Скорость мне удавалось до 300 мегабит в секунду. Не у каждого дома есть такая скорость. Но периодически с интернетом что-то происходило нестандартное. Так что учтите это. Мобильный интернет моего Билайна только EGPRS. А значит, ничего. А есть даже свой спа-комплекс. Видите? Русская, карельская баня. И массаж. Домиков много идентичных. Спортивная площадка. Можно поиграть в футбол, волейбол, баскетбол. Ну и просто пробежаться. От центра Санкт-Петербурга до базы примерно 100 километров пути. Около двух часов это у нас заняло время дорога. Пение птиц, свежий воздух, еловый воздух. Лично меня радует. Так, кто у нас здесь? Индюки. Фазаны. Где фазаны спрятались? Ну круто на самом деле здесь все организовано. Не считая нюансов с домом. Так все очень-очень хорошо. О, курица обычная. Тут у нас медведь должен быть. Ага, вот он. Улегся. Ну здравствуй, Михаил. Офигеть он здоровый, друзья. Не хотел бы я с таким в лесу встретиться. Привет, Миш. Как дела у тебя? На свободу, наверное, хочется. Ну что, пойдемте теперь покажу вам и наш домик. У нашего дома покажу мангальную зону. Я так полагаю, что, скорее всего, у каждого домика она есть. То есть можно с собой привезти шашлык. Шампура, сетку можно взять в аренду. Если вдруг забыли, это не проблема. И здесь даже по пути есть магазины. Если вдруг чего-то не хватило, забыли дома, как, например, у я, то можно доехать и все докупить. То, что вам, друзья, необходимо. Видите, СПА, комплекс, ривьера и нумера. Кстати, очень удобно все здесь у них сделано. Есть указатели и сразу приезжаешь, понимаешь, куда тебе ехать. Ну и тебе также показывают по карте. Вот такой забор из елок. Вот наш дом номер 26, в котором мы остановились. Здесь вот домики практически все одинаковые, не считая некоторых экземпляров. Второй этаж полуторный. Вот открывается окно. Можно подышать и проветрить, подышать свежим воздухом. Здесь есть детская площадка, где могут дети поиграть. Большое там количество различного оборудования, причем вот в хорошем уровне. Наш дом. Тут тоже везде елки, вид шикарный. Есть беседка открытая, наш мангал. Парковка у домика на три автомобиля бесплатная. И, соответственно, такая территория, если вдруг кому-то это нужно. Дом сам из бревен, обращаю внимание. Ощущение, что построено достаточно давно, потому что вот это уже давно никто не использует. Кое-где все порасходилось. Вот чуть выше окон идет бревна, а потом обычно идет каркасник. И имитация, соответственно, бревна. Ну что, давайте зайдем и посмотрим, друзья, где мы остановились. Заходим в дом. Есть санузел. Душ. Душ на самом деле такой достаточно маленький. И фен девочки сказали, что плохо сушит волос. У меня их нет, поэтому я не знаю таких проблем. Ощущение, что это был раньше таунхаус. Здесь просто пропилили это, скажем, два зеркальных полудома. Зона отдыха с телевизором, с тумбой, креслами, холодильник с нижней морозильной камерой. Стол большой. Ну, вернее, это же два стола. Вот такая посудомойка. Я такую первый раз увидел. Вот там еще что-то гутит. Есть чайник, микроволновка. Ну, это различная посуда. Рюмки, ложки, все такое. Холодная, горячая вода. Вода здесь нагревается от бойлера, хотя есть газ. А в доме тепло. И теперь давайте поднимемся наверх. Лестница. Наверху по две комнаты. С этой стороны две комнаты. И с той две комнаты два кресла. Красивый вид на соседние дома и лес. Кровать для ребенка есть. Одинаковые комнаты. Разделено все пополам. Окно наверх. Окно во двор. Три больших кровати. Территория очень большая. Очень много елок. Ну, в принципе, весь дом. Из особенностей кухни здесь такое ощущение, что из 90-х все очень просто. Дешевейший кран, дешевейшая раковина. То есть посудомойку не раскошелись поставить сюда нормальную. А вот такая мелкая очень стоит. И из нюансов, что на втором этаже нет ни санузла, ни души. Что лично я считаю минус. Когда ты спишь только на втором этаже. А чтобы сходить в туалет и помыться, тебе нужно спускаться вниз. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк. Не ставьте дизлайк. Подпишитесь на канал. И поделитесь ссылкой на это видео. А я с вами, как обычно, не прощаюсь. А говорю, до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok